Добрый день! И я всех поздравляю с Ханукой. Сегодня мы зажгли 8 свечей. Мы не будем обманывать, когда мы снимаем, мы зажгли только 5 свечей, но когда вы это будете смотреть в Ютьюбе, это будет 8 свечей, то есть Зоис Аханука, когда вся ханукальная минора зажигается. Это особый день. Я всем желаю много-много света, в наступающем году тепла. В общем, чтобы все было освещено, как называется, замечательный один роман и фильм. Среди множества моих недостатков есть еще такой, который я бы назвал увлеченностью. Это, конечно, кахетливый недостаток, я это понимаю. В детстве, например, в школе, если я читал в младших классах какую-то книгу, то я начинал по теме этой книги искать все. Там, допустим, был период Франции, когда я увлекался Дюма и, значит, соответственно, всей Франции и так далее. Все остальное не имело никакого значения. Учиться в это время не надо было и так далее. Вот сейчас происходит у меня то же самое с Донамисхаком Абарбанелем. Мы с вами на прошлой неделе полностью посвятили весь наш разговор, его комментарию, комментарию опытного человека по поводу того, каково это быть придворным евреем. Дон Исхак Абарбанель, что для нас гораздо важнее, рабе Исхак Абарбанель, был самым высокопоставленным евреем во всей истории еврейского народа от Иосифа и, думаю, до сегодняшних дней. То есть мы не найдем в чем-то, он был более высокопоставленный, чем Иосиф, потому что мы не найдем ни одного еврея, который был министром финансов, одновременно, в трех странах. Дон Исхак Абарбанель был. Ну и, соответственно, это было не следствием его особой удачи, а это было следствием его несчастной судьбы, потому что он становился министром финансов тогда, когда он должен был бежать из предыдущей страны в следующий. И поэтому история Иосифа для рабиста Абарбанеля, это ему более-менее понятная история. Вот эта история несчастья, которая приводит к новому началу и так далее. И он об этом много и подробно говорит в своем комментарии. Вообще его комментарий к Торе, это, наверное, ну, по крайней мере, из тех, которые я встречал, самый большой комментарий, большой по объему. Вот сегодня я подготовил буквально 15 стихов из Торы его комментарий, который умещается очень плотным текстом у меня вот в распечатке на 18 страницах. То есть он очень активно комментировал и, на мой взгляд, из средневекового комментария, он комментатор 15 века, он самый современный. То есть он говорит о тех вещах, которые вполне бы мог написать и сегодняшний политический аналитик, эссеист и так далее. Его комментарий невероятно актуальный и невероятно, я бы сказал, человеческий. То есть у него очень мало мистики, у него очень мало кабалы. Ну вот в прошлом году, вот здесь будет ссылочка, мы с вами говорили о снах, которым посвящена большой части этой предыдущей главы, потому что история Иосифа, впрочем, как история его отца Якова, но в меньшей степени у Якова это было, а у Иосифа в большей степени связана со сновидением, со снами, с разъяснением снов. И мы говорили о том вообще, как относиться ко снам, чему надо верить во снах и так далее. У Раабийс Хакабарбанеля есть огромная часть его комментариев, посвященная этому. Но два раза в одну реку не входит, поэтому мы не будем сегодня говорить о снах. Тем более, что еще раз говорю, это для Раабийс Хакабарбанеля, скорее, исключение из правил. Он говорит очень много о том, что гораздо понятнее, назовем так, светскому человеку, то есть человеку не мистифицированному. Но сначала, по нашей доброй традиции, прочтем отрывок истории, которым мы сегодня будем заниматься. Но, прямо скажем, не весь отрывок, мы будем кусками его читать. Потому что я, честно говоря, не знаю, как пойдет сегодняшний наш разговор. Вполне возможно, что это все занимает 3-4 часа. У нас час всего, поэтому очень может быть, что мы поговорим только о части этих замечательных ответов. Ну, тогда будет о чем говорить на следующей неделе, на следующем году. Но, что я хочу еще заметить, просто чтобы понять, как устроено комментарий Дунис Хакабарбанеля, он задает вопросы. То есть, вот в этот отрывок у него 13 вопросов, а потом 13 ответов. Эти ответы – это эссе на разные темы, какие-то очень большие, какие-то поменьше. Он разъясняет, что, собственно, происходило в тексте Торы. И это отличный для нас пример, как надо читать Тору. Вот мы постоянно об этом говорим. Как надо читать Тору? Тора – это божье слово, которое надо читать в трепете и понимая, что мы ничего в ней не понимаем. Или Тора – это замечательные исторические документы, с которыми мы можем узнать, как жили люди в Месопотамии, на Ближнем Востоке и так далее. Или Тора – это мистический документ, в котором на самом деле трактат, в котором на самом деле все, что мы читаем, не соответствует тому, что на самом деле имеется в виду, а это какие-то глубокие каббалистические смыслы и так далее. Вот для раби из Хакабарбанеля, во-первых, Тора – это текст, на который надо задавать вопросы. То есть, не надо читать Тору в священном трепете, боясь задавать вопросы. В одном из еврейских источников написано, что дурак – это тот человек, который о том, что он не знает, говорит, что он знает. То есть, человек в первую очередь должен задать себе вопрос, сказать «я не понимаю». Из этого начинается, собственно, изучение Тора. Поэтому мы устроим примерно так. Мы прочитаем сначала небольшой отрывок, на который будет ответ на один из вопросов раби из Хакабарбанеля. Это как загадки Леонарда да Винчи. Знаете, Леонарда да Винчи, в его записных книжках есть знаменитые загадки Леонарда да Винчи. В клубе «Что, где, когда» их очень любят. И время от времени дают в качестве экспресс-вопросов. Потому что это так очень любопытно. Так вот, тут назовем это «вопросами» Дона из Хакабарбанеля. Но отрывок прочтем маленький, потому что первые вопросы посвящены ему. Это вот в нашем этом издании, однотомном, современном переводе Торы, 42-я страница. Но это, то есть, извините, это 42-я глава. 195-я страница в нашем издании. Глава 42-я, но сначала, в самом конце 41-й главы, начинается со стихов 53-54. Окончили семь урожайных лет в земле египетской. Мы помним, чем закончился наш разговор предыдущий, о чем он, собственно, был, чем он был посвящен. О том, что Иосиф, вызванный к фараону, разгадал ему сны. Это происходит в этой главе, но мы из-за того, что говорили о том, каким образом возвышался Иосиф, мы уже на прошлой неделе поговорили, что он проявил такую еврейскую хуцпу. Проявил, назовем так, агрессивную наглость. Он в присутствии самого высокопоставленного и самого могущественного человека мира отвечал не на те вопросы, которые ему задавали. То есть, говорил то, о чем его не просили говорить. Его просили разгадать сон, а он стал давать советы, стратегию, как победить голод или как вести себя во время голода в Египте. Говорил он египетскому фараону. И тот его взял на работу. Взял его министром финансов, назовем так, коллегой Дуныцкая Барбанеля. И вот, что происходило дальше. Окончились семь урожайных лет в земле египетской. Наступили семь лет голода, как и предсказывал Иосиф. Голод постиг все соседние страны, а в Египте был хлеб. Когда стала голодать вся земля египетская, народ возвал к фараону, прося хлеба. Идите к Иосифу, ответил фараон всем египтянам. Что он вам скажет, то и делайте. Настал голод по всей земле, и Иосиф отворил все хранилища, в которых был хлеб, и продавал его египтянам. Но голод в земле египетской все усиливался. Из всех стран приходили в Египет к Иосифу покупать хлеб. Ведь голод становился все сильнее по всей земле. Яков. Яков живет в стране кананской. То, что впоследствии стало называться страной Израиля. По имени Якова, второму имени Израиль. Увидел, что в Египте есть хлеб. Куда вы смотрите, сказал Яков своим сыновьям. Я прослышал, сказал он, что в Египте есть хлеб. Прервемся. Куда вы смотрите, это наш очищающий от всяких глубоких смыслов перевод. Так перевел. На самом деле там буквальный перевод. Это что вы смотритесь. По-русски это правильно сказать, что вы выпендриваетесь. То есть, что вы показухой занимаетесь. Что вы делаете вид. Вот так еще лучше. Чтобы не опускаться на уличный язык. Что вы делаете вид. Зачем вы делаете вид. Отправляетесь туда и купите там для нас хлеба, чтобы нам выжить, не умереть от голода. Десять братьев Йосеф отправились из Египет, чтобы купить хлеба. Стоп. Мы будем читать и дальше сегодня. Но пока зададим первые вопросы, первые загадки Дона Исака Абраменеля. Вот в нем прекрасны вопросы самостоятельно. То есть, читаешь вопросы и уже класс, уже кайф. То есть, это уже живой голос. Это уже живой подход. Поэтому мы прочтем вопросы. Вот когда написано. Настал голод по всей земле. Но голод земли египетской все усилился. Из всех стран приходили в Египет к Йосефу покупать хлеб. Мы говорим, настал. Вот семь лет голодных начались. И вот в египетской земле тоже начался голод. И тогда народ возвал к фараону, говоря, займись-ка хлебом. Они закричали фараону по поводу хлеба. Дониска Абраменель, известный экономист, задает главный вопрос. Первая экономическая загадка Дониска Абраменеля. Это ведь речь идет. Мы говорим, начался голод. И начался голод потом и в земле египетской. Сначала был хлеб, потом начался голод. Это, наверное, первый год, конец первого года голода. Или второй год. А как же так случилось, если семь лет было тучных и были запасы? Почему же уже так быстро начался голод? Это вот вопрос экономиста. То есть это вопрос не раввина, просто изучающего Тора, а вопрос экономиста. Второй вопрос. Когда мы читаем то, что мы прочитали, Яков увидел, что в Египте есть хлеб. И дальше говорится, я прослышал. Что есть хлеб в Египте. Что это за новость, что в Египте есть хлеб? Египет это житница, как говорили в советское время. Вот были здравница, Крым. Была житница, Кубань. Вот Египет это Кубань. Это житница всего... Всего Ближнего Востока. Потому что там есть хлеб, это не новость. Почему там есть хлеб? Известная причина. Что есть хлеб? Пшено. Пшеница. Почему там есть пшеница? Почему там все растет так прекрасно и замечательно? Потому что у Египта до хлеба есть Нил. Есть замечательная огромная река, которая прекрасно орошает египетские поля. Чем больше река, тем больше воды, тем, соответственно, больше хлеба. В Египте все хорошо. То есть, то, что когда заканчивается хлеб, надо идти в Египет, это вообще-то не новость. Прослышал Яков, что в Египте есть хлеб. Это странно. О чем тут говорится? Это второй вопрос Дона Исака Барбанеля по поводу Якова. В этом же вопросе есть дополнение. А что это значит? Не показывайтесь, не делайте вид. Потому что мы сказали, не выпендривайтесь. И многие по этому поводу комментарии, говорит Дона Исака Барбанель, много об этом писали, но меня не устраивает ни один из этих комментариев, что значит не показываться, что значит не делать вид. Теперь мы читаем, что 10 братьев Иосефа, 10 сыновей Якова, пошли в Египет покупать хлеб. И задается простой вопрос, опять-таки, Дону Исаком Барбанель, который торговал со многими странами, со многими купцами, что евреи обязательно ходят по 10 человек заключать сделки. Зачем такая огромная толпа пошла заключать эту сделку? А что, один, два бы не справились договориться о закупке? Почему должны были все 10 братьев идти? Это значит второй вопрос. Третий вопрос. Ну вот пока давайте на этом остановимся, на этих трех вопросах из 13. И начнем на них потихонечку отвечать, потому что насколько мы справимся с остальными 10, это будет зависеть от того, как быстро мы прочтем об этом. Итак, так как вопросы у него строго структурированы, то надо заметить, что ответы структурированы меньше. Дальше он начинает эссе. То есть это были отправные точки его будущего разговора. Он будет время от времени подводить итог. Это ответ на первый и второй вопрос. Это ответ на 12 и 13 вопросы. Но вот так на первый вопрос я дам первый ответ, на второй и второй, он часто так не делает. И в данном случае это не так. И он начинает с самого конца. Во-первых, что такое, то есть на самом начале. Во-первых, что такое, какой ответ он дает на вопрос о том, что случилось с Египтом, что у них сразу закончился хлеб. И он дает замечательный ответ опытного человека. Как я уже сказал, за это мы отдельно любим раби Исхака Барбанеля, донного Исхака Барбанеля, министра финансов, который примерно понимает, как устроены экономические процессы. И он говорит так, что изначально там было достаточно хлеба. Мы помним, что Иосиф предложил открыть хранилище в каждом городе и продавать этот хлеб египтянам. То есть у них был хлеб. Что они делали с этим хлебом, нетрудно догадаться. Они его быстренько продавали, перепродавали голодающим окружающим странам. И очень быстро все свои запасы продали. Потому что они же, во-первых, не как, в отличие от фараона и в отличие от Иосифа, они не были провидцами. То есть Иосиф был провидец, он увидел объяснение сна. Фараон был провидец, он увидел этот сон. Никаких по этому поводу передач федеральных каналов не было. Никто не рассказал, что будет 7 лет голоду после 7 лет изобильных. Было 7 прекрасных лет. То, что будет потом один год голодный, ну бывает. Был голодный год. Вот он закончится, будет следующий. Мы быстренько продадим, потому что цены на пшеницу выросли. Мы быстренько продадим хлеб. Воспользуемся, а дальше переживем это время, себе немножко оставим. В следующем году будет новый урожай. Нет. В следующем году нет нового урожая. А они уже все продали. Им даже сеять нечего. Тогда они приходят к фараону и кричат ему странную фразу. Что мы говорим? Там написано так. Народ возвал к фараону о хлебе. К хлебу. Буквально. Это какая-то очень странная фраза. Лэ-Лэхэм. Возвал о хлебе. Донис Хакабраменель говорит, что он считает, что это была демонстрация. Это было народное волнение, требующее эмбарго. Что такое эмбарго? Что делает обычно страна в год засухи? Ну, та же Россия, между прочим. В прошлом или позапрошлом году сделала. Объявляется в первую очередь запрет на продажу за границу. То есть все остается в стране. Вот они требуют, делая что-то. Но мы знаем, что у Иосифа с фароном другие планы. Какие у них планы? У них-то зерно есть. Они в своих хранилищах все оставили. Теперь у них задача продавать это зерно и за границу. За огромные деньги, потому что они теперь монополисты. И частным продавцам. Те, которые продали весь свой хлеб в прошлом году. Только у них теперь брать за это что? Земли, поля и так далее. То есть задача провести экспроприацию имущества без революции. Отобрать у частных владельцев землю для того, чтобы она вся принадлежала государство. Вот задача Иосифа. Он такой деприватизатор. Приватизатор наоборот. Он требует всю землю сделать государственной. То есть он пытается это сделать. И делает это законным путем. Соответственно, то, о чем идет речь, это не то, что зерна больше вообще нет в Египте. А то, что частные запасы проданы. И поэтому для них это вдруг стало новостью. Вот такой ответ у Донецка-Кабрабнелина на первый вопрос. Почему вдруг сразу случились проблемы с зерном у Египта так быстро? На второй год или на конец первого года, как он считает. Теперь то, что касается этой фразы. О том, что Яков прослышал. Что в Египте есть хлеб. Он говорит так, что он прослышал. И тут есть в очередной раз то, что называется Lost in Translation. Дело в том, что мы с вами все время говорим. Лехем, 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 лехем. Хлеб, 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 хлеб. А на иврите это не так. Вот когда египтяне шумели. Они говорят ле-лехем. Они требуют хлеба. А когда Яков через 10 стихов об этом говорит. Почему вы не идете покупать хлеб. Он называет его не хлеб. Он называет его шевер. Шевер это такое библейское слово. И с точки зрения Дона Иска Барбанеля оно тоже означает зерно. Но оно не означает зерно для еды. Оно означает зерновую биржу. Продажу зерна. Зерно как товар. Зерно как продажи. Поэтому что он услышал? Он не услышал, что в Египте есть плодородные поля. И что там растет хлеб. Растет зерно. Это не новость для Якова. Для Якова новость, что в это тяжелое время они продолжают торговать зерном. То есть что они не объявили эмбарго. Он говорит своим сыновьям. Я прослышал, что Египет не объявил эмбарго. И таким образом снимается вопрос о чем Яков услышал. Это опять-таки ответ Дона Иска Барбанеля. Учитывающий реалии понятной ситуации. Не библейской какой-нибудь ситуации. А понятной экономической ситуации. Что вот есть народ, племя, клан, который привык закупать на разных биржах. Вот сейчас он узнал, что когда все биржи закрыты, в Египте биржа открыта. И вот что он им таким образом говорит. Когда он им говорит Лома Тесроуд. Когда он им говорит, почему вы показываетесь. Ну вот у меня в Фейсбуке недавно был спор большой. В моем идыше у нас дома, когда человек выпендривался и делал вид. То есть изображался из себя не то, что он есть на самом деле. Это назвали на идыше швицер. Швицать. Это такое очень одесское слово, как выяснилось. И даже для тех, кто говорит на идыше, не у всех это означает то же самое. Потому что вообще-то швицер в буквальном переводе это потеть. Но уж как там это связано. Видимо выбиваться из сил, чтобы изобразить из себя что-то. Имеется в виду. Но швицер это тот, который показывает из себя что-то. И вот Яков говорит, вы делаете вид, что вы большие люди очень. Что вам не нужно ездить куда-то. Что вы можете себе позволить покупать у перекупщиков. То есть кто-то поедет, вы у них перекупите. Не надо этого делать. Не изображайте, что вы такие богатые. Не изображайте, что вы такие в масле находитесь. Что у вас все упорядочено. Едьте и договаривайтесь о прямых поставках. Говорит Яков своим сыновьям. Договаривайтесь о прямых поставках хлеба, потому что дело плохо. Это значит ответ на второй вопрос. Таким образом, почему, во-первых, Яков узнал, что есть хлеб в Египте. То есть есть хлеб в Египте, это есть для продажи зерно, которое они продают официально. Они на черном рынке, как перекупщики. А во-вторых, почему он говорит своим сыновьям, не выпедривайтесь. Таким образом, снялся второй вопрос. И мы с вами можем смело вернуться к вопросам и задать третий вопрос. А, мы спросили, почему они все 10 отправились. Это третий вопрос. Почему они все 10 отправились в Египет. И тоже, если вы ждете каких-то мистических ответов, то это не Дониска Барбанель. Дониска Барбанель говорит вот что. Мы читали в прошлой главе о отдельно вставной новелле, то, что называется в литературе. Есть роман со своим сюжетом, и вдруг есть вставная новелла. Вот мы читали вставную новеллу. Понятно, что в библейском тексте такого очень много, таких вставных новелл. о Иуде, об одном из сыновей Якова, о его истории с сыновьями, с вдовой сына, Тамар с рождением его детей. В общем, большая история. Но из этой истории мы, кроме всего прочего, узнали, что Иуда уже живет отдельно. Он не живет с отцом. Это уже не одно хозяйство. Иуда у него своя, он судья в своем месте. К нему приводят эту самую Тамару, которую приняли за блудницу на суд. Судья в то время, еще очень долго, до, скажем, девятого века до нашей эры. Это глава и позже, сильно позже тоже. Такое случалось. Это глава народу и так далее. В общем, он живет отдельным хозяйством. Так вот, говорит Дуныска Кабрубанер, я думаю, что после того, что случилось с Юсефом, когда братья продали Юсефа в рабство, то есть, в общем, изначально задумали его убить, а потом так случилось, что он оказался в Египте, оказался в рабстве. Это разбило семью. Дети, сыновья перестали, взрослые сыновья, перестали жить с отцом. Они все открыли собственные, начали жить отдельным домом, собственное хозяйство. Но мы можем себе, к сожалению, представить, что происходит в дружной, крепкой семье, когда погибает, например, один из детей. Даже если остальные в этом не виновны. Яков не знает, что они виновны. Это огромное испытание для семьи. Людям, потерявшим ребенка, очень трудно сохранить брак. Это огромная работа над семьей. Братьям, сестрам очень трудно. Дальше жить в этой тени погибшего другого брата и сестры. В общем, это не простой психологический вызов. И вот то, что говорит Дунин Сакарбонель, что эта семья этот вызов не выдержала. Мы помним, что Рахели уже нет. Рахель умерла, когда родила Беньямина. То есть с Яковым остался только его грудной практически ребенок Беньямин, который с ним и живет. Дальше он подрастает, он уже становится подростком, потом юношей, потом уже довольно взрослый мужчиной к нашим событиям. Ему 20 с чем-то лет. Но он отцовская опора. Вот он единственный сын, который живет с Яковым. Мы встретимся с этим сюжетом дальше еще. Так вот, почему они пошли в десятером? Потому что они каждый пошли для собственной сделки. Они не пошли закупать одну партию для одного дома. Они пошли закупать 10 или даже 11 партий для себя и для своего отца, для домов своего и своего отца. Вот такой, по-моему, прекрасный ответ Дуны Искака Барбонеля. Теперь давайте почитаем четвертый вопрос и будем отвечать на него. Но для этого мы сначала почитаем продолжение главы. Значит, мы проузнали, что сыновья Израиля отправились, 10 братьев Юсефа, отправились в Египет, чтобы купить хлеба. Но Беньямина, брата Юсефа, почему он называется брат Юсефа отдельно? Потому что он брат не только по отцу, но и по матери. Единственный. Мы понимаем, что в этой семье это важная история. Что там, в принципе, есть три вида, три типа, а может даже четыре типа братьев. Есть сыновья Рахели, громко сказано, два сына Рахели. Йосеф и Беньямин. Рахель – любимая жена, можно сказать, любовь в жизни Якова. И, соответственно, Йосеф – любимый сын. Вся история, которая произошла в прошлой главе с продажей Йосефа в рабство, связана с явным предпочтением Якова и Йосефа, очевидным и демонстративным, можно сказать. Беньямин, мы ничего об этом особенного пока не знаем, но, судя по всему, так как он именно живет с отцом, он теперь сын Якова. То есть он самый близкий к Якову человек. Дальше есть сыновья Леи, нелюбимой, первой жены Якова, то есть сестры Рахели. И, видимо, мы это видим намеками, но отношение к Рахели сказывается на отношении Якова к этим сыновьям. Дальше есть сыновья служанки Рахели и сыновья служанки Леи. Очевидно, можно себе представить, что сыновья служанки Рахели чуть ближе к Якову, потому что это служанка Рахели. Они в этой системе ценностей считаются принадлежащим Рахели, как бы они ближе к Рахели. А это служанки Леи и чуть хуже. В общем, там есть четкая градация. Четыре группы, назовем так. Несомненно, что в первой группе сыновья Рахели. Сыновья непосредственно ее, Йосиф и Бениамин. И вот нам сообщается, что Бениамин родного брата Йосифа Яков не отпустил вместе с остальными братьями. Хотя было бы логично, уже довольно взрослый парень. Они все покупают для своего дома, для своего хозяйства каждый. А Бениамин покупает для хозяйства отца. Но отец не отпустил ему, сказав, как бы не постигло его несчастье. Зацепимся на этой фразе тоже. То есть он волнуется исключительно за Бениамина, что с ним может случиться несчастье. Остальные, пожалуйста, пусть идут. Либо он не волнуется, что с ними может случиться несчастье, либо он не считает, что с ними может случиться несчастье. Тогда он ошибается. С ними дальше будут случаться сплошные несчастья. Но, по крайней мере, видно, что он волнуется по поводу Бенемина исключительно. Сыновья Израиля прибыли покупать хлеб и оказались среди прочих покупателей, прибывших в Египет, ведь голод был по всей земле Хананской. Запомните тоже эту фразу. Они прибыли с другими покупателями, ведь голод был в семье Хананской. Йосеф был правителем той страны и снабжал хлебом все население. Братья Йосефа пришли и простерлись перед ним ниц. Йосеф увидел своих братьев и узнал их, однако обратился к ним как чужой. Он прикинулся незнакомым и заговорил с ними строго. «Откуда вы пришли?» – спросил он их. Они отвечали «из земли Хананской, чтобы купить пропитание». Йосеф узнал своих братьев, но они его не узнали. А мы не читали только что, что Йосеф узнал своих братьев? Два стиха назад. Йосеф увидел своих братьев и узнал их. Теперь они сказали «из земли Хананской, чтобы купить пропитание». Опять нам напишут, Йосиф узнал своих братьев. Плохо редактор поработал, зачем второй раз говорится одно и то же. Торос, которая чрезвычайно скупа на слова, и иногда в одной фразе закладывает целые теории огромные, тут зачем-то два раза, даже на моей слабой памяти, в течение четырех стихов повторяет одну и ту же идею. Йосиф узнал своих братьев. Но они его не узнали. Узнав их, тогда вспомнил Йосиф сны, которые он видел о них, и сказал им, вы лазутчики. Для наших молодых слушателей скажем, что лазутчики – это шпионы, разведчики. Я просто понял на каком-то этапе, что я владею каким-то другим русским языком, не очень знакомым людям, сильно моложе меня. Это я по своим детям узнаю. Они часто совсем не понимают слова, которые у нас, глупых читателей Достоевского и Толстого, не вызывают вопрос. Но лазутчик – это шпион, разведчик. Когда наши – то разведчики, а когда чужие – то шпионы. Так в иврите не так. Мирагли – это и хорошие, и плохие. Они все разведчики, и шпионы. Вы пришли высмотреть, наш замечательный переводчик переводит, немощь этой страны. Слабое место этой страны. Нет, господин, отвечали они. Рабы твои пришли купить съестных припасов. Все мы сыновья одного человека. Мы честные люди, мы рабы твои, никогда не были лазутчиками. Оправдываются они перед ним. Мы дети одного отца, говорят. Мы не лазутчики. Но он им ответил – нет, не верю вам. Не верю вам, это я домысливаю. Вы пришли высмотреть немощь этой страны. Но тут понятное повторение – не убедили. Из чего следует, что они пытались вот этой странной фразой убедить. Нас, рабов твоих двенадцать братьев, сказали они. Мы все сыновья одного человека из земли Хананской. Меньший брат сейчас остался при нашем отце, а одного из нас не стало. Они решили объясниться еще лучше. Зачем-то рассказали более подробную генеалогическую свою историю. Вот этому правителю чужой страны они рассказывают. Один брат у нас пропал, один у нас маленький. Понимаете, люди читают этот текст и относятся к нему как к святой корове, на которую даже смотреть практически нельзя. Это ужасно. Нам Бог дал эту книгу для того, чтобы мы ее читали. Это ведь совершенно абсурдный хармсовский разговор. Он им говорит, мы лазутчики. Вы лазутчики, они ему отвечают, мы двенадцать братьев, у нас младший брат с отцом остался, а старший. Зачем они вдруг начинают ему рассказывать? Нервничают они что ли? Чего они вдруг начинают рассказывать совершенно не связанную с его обвинением информацию? Зачем мне ему дают эту информацию? А я говорю вам, что вы лазутчики, сказал им Йосиф. На еврейском языке это еще лучше. Я так и знал, что вы лазутчики. То есть в ответ на этот довольно бредовый, допростят меня сыновья Якова, текст, он говорит, а я так и знал, что вы лазутчики. То есть он понял, да, действительно лазутчики, из того, что они сказали. Вам будет назначено такое испытание. Клянусь жизнью фараона. Мы уже смеялись об этой фразе. Йосиф время от времени клянется жизнью фараона. Ну, в принципе, это, конечно, очень удобно клясться жизнью фараона. Не своей же жизнью клясться, и не своих детей. Клянусь жизнью фараона, дальше может и не случиться. Но это не так. Фараон для него кормилец. Он очень зависит от его, от жизни фараона. Поэтому это вполне понятная, действительная клятва. Клянусь жизнью фараона. Лишь тогда вы уйдете отсюда, когда придет сюда ваш младший брат. Им Яков потом припомнит этот разговор. Они же ему сказали, что у них есть младший брат. Вот он им говорит, приводите младшего брата. Пошлите в Ханан одного из вас, пусть он приведет вашего брата. Сами вы останетесь под стражей, чтобы выяснилось, правдивы ли ваши слова. А если нет, тогда клянусь жизнью фараона. Второй раз он подставляет фараона. Вы лазутчики. Он подсадил. Да, тут это еще интереснее. Он же знает, что они не лазутчики. То есть он клянется жизнью фараона. Вы лазутчики. Это буквальная неправда. То есть это буквально он человек верующий, таким образом вызывает проклятие на фараона. Что странно. То есть если он не считает, что они лазутчики, то в данном случае он проклинает фараона. Он посадил их под стражу на три дня. На третий день Йосиф сказал им, сделайте, как я скажу, и останетесь в живых, ведь я боюсь Бога. То есть я не дам вам здесь умереть. Если вы честны, то пусть один из вас останется под стражей в этой тюрьме, а вы ступайте, отвезите зерно в вашем голодающем семе. Ну вот остановимся пока на этом, хотя дальше еще интереснее. И начнем задавать следующие загадки Дона Ицхака Абарбанеля. И загадки эти следующие. Так, мне еще разобраться в моих записях, а мы будем разбираться по страницам. Итак, мы с вами сняли несколько вопросов по поводу того, что в первых стихах написано. Теперь четвертый, или какой там пятый вопрос. Четвертый вопрос. Ломо Яснакер Йосиф Лохлев. Почему Йосиф... Простой вопрос, который с самого начала не стыдно задать. А почему Йосиф прикинулся чужаком перед своими братьями? И говорил с ними так вот строго. Как буквально написано, говорил с ними строго. Ведь с точки зрения Торы, с точки зрения еврейской морали, мстительность это ужасное качество. Это, как он пишет, уголовное преступление. Кроме того, он дальше им это скажет, но мы-то знаем, все, что у него есть хорошего, это из-за того, что они ему сделали плохо. То есть, если бы они его не продали в рабство, если бы они его там не лишили возможности пости овес при отце, он бы не стал самым влиятельным чиновником после фараона в мире. То есть, даже без веры в Бога. Понятно, что человек мстит, такой граф Монте-Кристо, Эдмон Дантес. Он мстит из-за того, что не случилось в жизни. Он не получил свою, значит, Мерседес, он там, отец у него умер, он отсидел в этом, замке Ив, он вряд ли бы согласился на все это, для того, чтобы потом найти это сокровище. Потому что он прожил и потерял слишком много. Это понятное психологическое месть. Вообще, должен заметить, что в литературе должна быть понятна психология. Должна быть понятна, почему люди ведут себя так. Пусть я бы себя так не повел, но я понимаю его, почему он себя так повел. Даже если он отрицательный персонаж, например. В книге, которая многими литературоведами считается источником всех литературных сюжетов, которые когда-либо были написаны человечеством, Иосиф себя ведет не вполне психологически достоверно. То есть, если он и мстит таким образом, то у него, по идее, не должно быть такой злобы по отношению к ним. Он не должен испытывать по поводу них такое неудовлетворение. Потому что он не мучился. Ему было хорошо. Мы уже говорили на прошлом деле, что даже там, где ему было плохо, ему было хорошо. Даже когда он попал в тюрьму не из-за них, сам вначале он попал в дом Патифары и быстро там стал важным человеком. Потом он попал в тюрьму, но тоже нам специально написано, сразу стал там начальником тюрьмы, и сразу стал главным над заключенными. Потом вообще стал фараоновым, значит, премьер-министром. Почему он должен быть на них так озлоблен? Это вопрос. Вопрос, который должен быть задан. И он не просто озлобен, он их жалит, как змей. Он им готовит там долгую-долгую интригу с какими-то страшными испытаниями. Они там от инфаркта должны были бы половина из них умереть в процессе того, что он им устроил. Почему так? И есть ответ Рамбана, раби Моши бен Нахманида, который говорит, что таким образом он хотел, чтобы исполнились его сны. То есть он таким образом исполнял сны, которые он видел. Помните, из-за чего на него братья обозлились? Потому что он им рассказывал, что ему приснилось, как одиннадцать звезд ему кланяются. Эти одиннадцать звезд ему кланяются, они должны исполниться. Но он говорит, что, во-первых, как-то глупо считать, что этот сон про звезды, он буквальный, потому что тогда, по крайней мере, они все должны быть звездами. Буквально. Созвездиями. Понятно, что речь идет не о буквальности. О чем идет речь? О том, что он возвысится над ними всеми. Так это уже исполнилось. Он уже премьер-министр важнейшей страны в мире. Они, как были пастухами, так и остались. И они к нему пришли на поклон. Даже до того, как они пришли к нему на поклон, они от него зависят. То есть сон уже исполнился. Дальше он еще говорит, он еще дополнительный довод или вопрос по поводу этого ромбана, по поводу этого комментария ромбана. Это еще одна замечательная вещь, которую я очень люблю в этих комментаторах. Они друг с другом весьма непочтительно спорят. То есть надо понимать, что ромбан – это его старший современник. Он жил в XIII веке. Ну, современник, трудно, конечно, сказать, между ними сто с лишним лет, но что там для еврейской истории сто с каким-то с лишним лет. Тем более, комментарии эти, они были, вот они, вот эта рукопись у тебя есть, это последний комментатор или один из последних комментаторов Торы. Однако он совершенно непочтительно пишет, при том, что он очень уважает ромбана, он часто на него ссылается. В данном случае он совершенно не согласен. Во-первых, из-за того, что он буквально понимает этот сон. А во-вторых, из-за того, что он говорит, что да, допустим, сон должен исполниться. Но хорошенькое исполнение сна, когда я дальше подтасовываю события, чтобы он исполнился. То есть мне же тут приснилось, я увидел праведческий сон, и дальше для того, чтобы этот сон действительно был праведческим, я все делаю, как в этом сне. Это уже не праведческий сон. Это я действую под влиянием сна и делаю каким-то образом свою жизнь, похожую на то, что мне приснилось. Ну, кроме того, что это довольно глупо, а тем более для такого умного человека, как Иосиф. Но это еще не имеет никакого отношения к Божьей воле. А Иосиф постоянно говорит в очень сложных обстоятельствах «Бога я боюсь, Богу я верю». То есть где же тут Божья воля, Божье проведение, если ты пытаешься подтасовать какие-то события. Так что не вполне проходит это. То есть ему и так, он говорит, они все поклоняются, и совершенно непонятно, зачем ему нужно, чтобы они еще теперь поклонились каким-то дополнительным образом. Пятый вопрос. Тогда написано, что он их узнал и сделался чужаком. Дальше второй раз написано, то, о чем мы говорили, редактор не поработал. И после этого он их узнал. Второй раз. Они его не узнали. Рамбан пишет, Нахманит, по этому поводу, что первый раз он их узнал не полностью. То есть, ну, прошло 20 лет с неслишним. И люди изменились. Их можно было определить по двум факторам. Как мы определяем старых-старых-старых знакомых? По внешнему виду, а потом по голосу. То есть, как говорил Киса Воробянинов или Ильфа Петров о мыслях Кисы Воробянинова. С человеком происходит страшно, с женщиной происходят страшные вещи, у нее там тоы портятся, мешки под глазами возникают, морщины, но голос, голос остается прежним. И вот он дальше, вспоминая, значит, свою эту старую любовницу, которая потом собирает всех весь этот союз меча и орала. Ну вот Рамбан, Рамбан до Ильфа и Петрова пишет, что голос не меняется. Поэтому, когда он их спросил сначала, когда он их сначала узнал, узнал по внешнему виду, потом он их спросил, говорит Рамбан, по поводу того, откуда они пришли. И они сказали, из Кананской земли. И это дополнительный фактор, то есть, он из его дома. И так далее. Он говорит, это неправильно. Кто-то не тетешивается, он не стесняется выражения, говорит, это неправильно. Рамбан пишет неправильно. Почему? Потому что, если он с самого начала, то есть, первый раз, когда он их увидел, сомневался, похожий, но может и не они, то потом, когда им сказали, что они из Кананской земли, это ничего им добавить не должно было. Почему? Потому что, мы только что прочли, я просил на этом зацепиться, обратить на это особое внимание, мы прочли, что голод настал в Кананской земле. А это что значит? Это значит, что из Кананской земли приходила большая часть покупателей. И сказать, что вот теперь, ах, раз из Кананской земли, значит, это точно мои братья, не подходит. Потому что групп, которые приходили из Канана, было очень много. И в этой толпе узнать, что раз они из Кананской земли, то все из Кананской земли, не выходят. И поэтому он говорит, что что было во второй раз, он услышал их голос. То есть, когда они заговорили, когда они ответили, то есть, он задал вопрос, увидел компанию, которая напомнила ему его братья. Он говорит, откуда вы? Они ответили, то есть, он услышал их голос. И теперь внешность наложилась на голос, и у него уже не было сомнений, его братья. Отдельно он говорит, что если бы они сказали, что они из Хеврону, тогда это было бы поточнее. Тогда бы можно было считать, что Ромбан прав. Но так не сказали, земли Кананской. Этот знак ничего дополнительного не добавлял, потому что покупателей земли Кананской было много. «Иосиф вспомнил, свои сны и сказал им, вы лазутчики, вы шпионы». Какая связь? Каким образом, где в его снах было шпионство? Где была разведка? Ничего такого не было. Каким образом, какая причина напомнила ему из его снов или дала понять ему из этих снов, что они шпионы, что они разведчики. То есть, это вообще не связанная какая-то конструкция. Он вспомнил сны и сказал, вы лазутчики. Непонятно, какая связь. И вот опять тут Ромбан опять говорит, стоит на своем, что он понял, что они, что вспомнил свои сны и понял, что они еще полностью не исполнились. И вот сейчас он их исполнит полностью, скажет им, вы лазутчики, потому что он вспомнил свой сон, что они ему поклонялись, для того, чтобы они ему поклонились. Нет, это уже Дониско Барбанель вполне вразумительно объяснил, что это невозможно. Что невозможно нагибать эти сны, делать так, чтобы эти сны были специально подходили для его теории. И, кроме того, исполнение снов, говорит открытым текстом, а Барбанель это дело Бога, а не человека. То есть, человек не должен пытаться исполнить какие-то события в своем сне. Седьмой вопрос. И тут очень много про нас, про нашу современность. Как он мог им сказать, вот так вот, ни с того, ни с сего, вы шпионы. Без каких-либо доказательств. Еще же ничего нет, никаких доказательств нет. Вот я на вас смотрю, сдается мне, братцы, что вы шпионы. Это же какой-то батька Махно. Вот в фильмах или книгах о гражданской войне мы постоянно видим, как атаман говорит, сдается ты, красный шпион. Казачок-то засланный. И дальше, значит, начинают его расстреливать. Тут приличный человек, премьер-министр огромной, важной страны, супердержавы. Мы понимаем, что в наше время уже и главы супердержав в твиттерах пишут уродливая старуха об оппонентах, но в общем, особенно в древности, люди себя вели прилично. Почему? Потому что при всей мощности автократии они сильно зависели от народа. Народу неадекватные руководители были не нужны. Им быстро снимали голову. И вот такое ни с того, ни с сего, а мне кажется, братишки, что вы шпионы, для него могло плохо закончиться. Он выдавал в себе неадекватного, неразумного человека. То есть, человек, который приехал, группа торговцев из соседней державы, без того, чтобы с ним поддерживать торговые связи, между прочим, для фараонов. Он говорит, а мне кажется, вы шпионы. Что это такое? Поэтому совершенно непонятно, почему он их обвиняет в этом. Особенно непонятно, почему именно в этом. То есть, если он хочет как-то огорчить, почему именно шпионы. И Рамбан пишет, что вот его этот комментарий, он противоречит тому, о чем мы раньше говорили. Рамбан пишет, потому что вы из Канаанской земли приехали сюда за хлебом. Не верю, вы шпионы. Но Дониска Кабраманель говорит, что наоборот, что мы видим, что то, что написано, в Канаанской земле был голод. Мы понимаем, говорит Дониска Кабраманель своей экономической головой, что если единственная страна, в которой продается зерно, это Египет, то понятно, что из земли, в которой есть голод, туда приходило много людей. Поэтому нет, не из этого. И тут он говорит, Дониска Кабраманель, что в принципе по Медражу-то все понятно, потому что Медраж нам рассказывает замечательную историю, а мы с вами знаем, мы об этом много раз говорили, что Медраж часто как раз расширяет текст Торы из того, что ему кажется очевидным, или скажем более корректно, то, на что, отсутствие слова или измененное слово дает повод Медражу так рассуждать, вот именно из-за этого, что он вдруг говорит, я понимаю, что вы шпионы, Медраж дает замечательную идею, что эти 10 братьев пришли не вместе, а не каждый пришел из других ворот в Египет, что выглядело так, как будто бы они пытаются что-то высмотреть и пытаются как раз не быть, знаете, как группа разведчиков, они не встречаются в одном месте. Значит, это, говорит Медраж, Медраж и поступил, получил, вот сейчас они сказали, мы братья, значит, вы зачем-то пошли отдельно, почему пришли из разных ворот, теперь я вижу, что вы шпионы. То есть все становится на свои места, вопросов нет, говорит Донецкая Барбанель, но вот незадача, это только Медраж. В Торе этого не написано. Тора нам показывает Есефа неадекватным человеком, который вдруг ни с то ни сего говорит, вы шпионы. Если бы она не потрудилась нам написать, что они пришли из разных концов одновременно и за ними проследили, что они в этом Солсбери встретились только на вокзале, тогда бы можно было сказать, что вы шпионы, вы разведчики. Нет, они ничего такого, Тора нам не говорит. Поэтому вопрос остается, он говорит, хотя нам очень бы помог этот Медраж. Кроме того, мы видим очень странный диалог. Мы уже говорили о том, что он странный, но кроме всего прочего, он демонстративно противоречит вопросам ответа вопроса. У них какой-то странный обмен тезисами. Он им говорит сначала, мироглиматем, вы шпионы, которые пришли высмотреть немощь земли, как перевел наш переводчик, но это значит такое открытое место в земле, неприкрытое место в земле в оригинале, эрвата орэц. И это как бы два разных обвинения. Первое, вы шпионы, то есть профессиональные шпионы. Второе, вы здесь высматриваете лирот эрвата орэцбатым. Вы пришли для того, чтобы немощь земли высмотреть. Что они ему отвечают? Лой гаю авэде хамераглем. Мы, твои рабы, не шпионы. А на второе обвинение, что они пришли высмотреть землю египетскую, они не отвечают ничего. Просто не отвечают. Он опять говорит, нет, вы пришли высмотреть землю. Они ему не говорили, что они не пришли высмотреть землю. А он говорит именно об этом. И дальше он говорит, вот это я имел ввиду, говоря, что вы шпионы. То есть вот, вот сейчас, когда вы мне рассказали про то, что вы братья, я понял, что вы шпионы. В общем, совершенно непонятно, почему они все время говорят на разных языках. На разных языках, то есть используют разные формировки. Казалось бы, отвечай, вы шпионы, мы не шпионы. Пришли высмотреть землю, не пришли высмотреть землю. Нет, они говорят одно, он говорит другое. Дальше непонятно, каким образом они оправдываются. Мы сказали, что это такой безумный довольно текст. Каким образом они оправдываются, говоря, что они не шпионы? Мы сыны одного человека. Наоборот, говорит опять-таки опытный Донис Хакабарбанель, какая главная проблема в разных засланных группах, что они могут сдать друг друга. То есть при случае один сдаст другого. Что может помешать их особые связи, когда человеку трудно сдать кого? Близкого, брата. То есть именно то, что они братья, подтверждает, что они шпионы. Потому что, ну по крайней мере, когда они говорят, нет, мы дети одного человека, ну и что? Каким образом, то, что они дети одного человека, каким образом, михородственная связь отменяют возможность быть шпионами? Непонятно. И тем более непонятно, что их, зачем они рассказывают всю эту историю про то, что у них есть еще один брат, который пропал, еще один младший брат, который остался с отцом. Что это добавило? Значит, первый тезис не удался. Они сказали, мы все сыны одного человека. Он говорит, нет, вы шпионы. Они начинают подробно рассказывать свою историю, что у них на самом деле 12 братьев, а вот 11 еще там, а 12 еще здесь. Что это добавило? Как это связано с объяснениями? Как это связано с оправданием? Непонятно. И особенно непонятно, что очень странно, что говорит на это Юсеф. Вот это я имел в виду, говорят, что вы шпионы. Что это? В общем, совершенно непонятно. Это 11 вопрос. 12 вопрос. Вот как мы узнаем узнаем, клянусь жизнью фараона, что вы от этого отсюда не уйдете, пока не приведете ко мне младшего брата. А что это за проверка? Что он узнает? Шпионы ли они от того, что придет младший брат? Каким образом это добавит информации о их шпионской деятельности, их младший брат? Что, если у них есть младший брат, они не могут быть шпионами? У нас шпионам запрещено иметь младших братьев? Закон в земле какой-то новый. Что такое? Что он им говорит? Вот клянусь жизнью фараона, как мы вас проверим. Если вы не приведете младшего брата, то я буду считать, что вы шпион. Непонятно. Тем более, как уже было сказано, в связи с тем, что он клянется жизнью фараона. Кроме того, непонятно, почему он считает, что когда они, если он отправит одного, оставит одного брата, почему он считает, что они вернутся. То есть, он оставит одного брата в плену, а не другого брата приведут. То есть, это тоже не вполне ясно, на чем он стоит. Ну, вот, давайте еще добавим, непонятно, зачем он их держал три дня в тюрьме, а потом пришел и сказал им, что они могут идти, одного оставить. Это, эти все вопросы по этому тексту, который мы с вами сейчас прочитали. Теперь давайте говорить об ответах. Что такое, какова должность Йосефа в Египте? Йосеф, он содержатель, он вот отвечает за процветание всего Египта. И, как мы уже сказали, его задача это сделать так, чтобы в Египте было как можно больше зерна и чтобы ни у кого больше, кроме него, его не было. Чтобы монополистом было государство и он продавал землю, зерно. Это значит, то, на чем мы с вами остановились. По поводу того, как он их узнал, как они его не узнали, мы об этом уже сказали. Дополним дополнительную еще одну вещь, что по одному из комментариев Рамбана у них была такая, у него была такая паранжа, которую носили египетские, но мы видим это на некоторых сохранившихся в гробницах фараоновских изображениях, что часть слуг были с закрытыми лицами, поэтому они не могли узнать. Оставим это тоже в стороне. Перейдем непосредственно к братьям. Почему Йосеф вел себя с ними как чужак? он дает на это несколько причин, то есть несколько замыслов, которые были у Йосефа. Первое, потому что Йосеф понимал, что как мудрец, как провидец, что все, что произошло, это было к добру. То есть, это была у него очевидная, понятная история. И, соответственно, братьев наказывать за его продажу совершенно неразумно, не стоит. То есть, что значит наказывать? Он проверял, есть заповедь, есть запрет или, скажем так, преступление, за которое полагается смертная казнь. Это киднеппинг. По еврейскому закону человек, укравший душу, то есть, буквально занимающийся киднеппингом, ему полагается смертная казнь. Соответственно, этого не произошло. Так что, в этом нет их вины. Но что? Что им да полагается? Им полагается наказание по мере того, что они сделали. Давайте вспомним, почему братья хотели вообще продать Йосефа в рабство или убить его там, важно что. Почему? Потому что, это нам написано прямым текстом в прошлой главе, он приходил к отцу и рассказывал о них какие-то вещи, как они себя ведут. То есть, в чем они его подозревали? В том, что он шпион. Они подозревали, что он высматривает слабые места их и доносит об этом отцу. Поэтому, что делает Йосеф? Он их обвиняет в том, что они шпионы. Это наказание ровно того, что они действительно сделали. Они его подозревали неправильно, подозревали, как считает он, в шпионаже против них. Он им отвечает подозрениями в шпионаже. Значит, это, соответственно, первое. Второе. Что они с ним сделали за это? Они его бросили в яму. Что такое яма? Это тюрьма. Что он с ними делает? Он их бросает в яму, в тюрьму. То есть, он наказывает то преступление, которое, несомненно, совершили. Да, продажу, убийство они не осуществляли. Он знает, что это божий замысел. Но то, что они сделали, они не сделали. Они его бросили в яму. Значит, соответственно, он их тоже бросает в яму. Тут можно без Дон Иска Барабанеля сказать, что в принципе идея о том, что хорошо бы человеку получить все наказания за свои преступления в этом мире, для того, чтобы ему потом не отвечать за это перед высшим судьей, это важная еврейская концепция. Поэтому можно сказать, что Йософ таким образом снимает с них те наказания довольно легким путем. Большое дело, он их обвинил в том, что они шпионы. Потом все хорошо закончилось. Или большое дело, три дня они провели в тюрьме. Чтобы они потом не отвечали за это перед высшим судьей. Они уже за это ответили. За то, что человек отсидел, он больше уже не сидит. Больше им тюрьма, ему тюрьма не грозит. Это второе. Третье, что они сделали с ним? Они его сделали рабом. То есть, он на их глазах стал рабом. Когда? Когда они видели, что его вынимают, вытаскивают из ямы и увозят эти вот плиштимские купцы, которые потом его продали в Египет. Что он их заставляет пережить? Вся эта интрига для чего? Чтобы они привезли Беньомина, с которым он что сделает? Он его потребует оставить себе рабом. То есть, они должны еще раз, теперь уже не желают его, увидеть, как их брата, уже любимого брата, продают в рабство. Значит, соответственно, он таким образом наказал их довольно легким путем за все то, что они действительно реально сделали. Это то, что он объясняет по поводу его странного поведения. Теперь второй вариант, почему он не открыл им сразу себя. Потому что то, что он говорит, это то, что он пытается сделать, это заставить их восстановить семейные узы. Что значит семейные узы? Они ему говорят, что у них есть отец, он их отправляет к этому отцу. То есть, он пытается восстановить ту историю, опять-таки, которая с ним была. Отец теперь не отдаст ему своего сына, Беньямина, они будут просить этого отдать Беньямина, и дальше они будут с ним бороться за Беньямина. То есть, это будет в следующей главе. То есть, мы видим, что Йосиф в определенном смысле проверяет, как они теперь себя будут вести. То есть, если когда-то они практически целенаправленно продали его в рабство, то теперь не будут ли они по крайней мере пассивно наблюдать за тем, как другой брат в таком же статусе, как он, более близкий к отцу, от матери Рахели, не будут ли они по силам наблюдать в том, как он превратится в рабом, или они будут против этого бороться. И мы будем видеть, как уже после того, что случится, он, когда они будут бороться за Беньямина, вот только тогда он им раскроется, только тогда он скажет, я ваш брат Йосиф, увидев, что они исправились, что они себя больше не ведут так, как они себя вели с ним, не только целенаправленно, даже более того, они готовы идти на самопожертвование для того, чтобы спасти своего брата. Это ответы на четвертый и пятый вопрос, о котором мы говорили. Дополнительные, на которые нужна у нас нет времени, идеи, которые в этой недельной главе излагает Донецк и Барбанель, это то, что Йосиф и сам был не уверен в том, что исполнилось, а что не исполнилось с ними, какие вещи исполнились, какие не исполнились. То есть, дальше, когда он говорит привести отца, когда он проверяет, каково их состояние, он же не знает, что стало с Бениамином, жив ли Бениамин, то есть, есть ли все 11 братьев, которые должны ему поклониться и так далее, он проверяет существующую реальность. И все это было бы невозможно, если бы он им открылся сразу, потому что, если бы он им открылся сразу, они могли бы испугаться, они могли бы испытывать какой-то стыд и не приехать потом к нему и так далее. Он пытается сделать все для того, чтобы их не отпугнуть. И для этого надо быть чужим человеком. Ну вот этот обзор, который мы сегодня делали по поводу этих ответов Дуныцка и Барабанеля, он дальше продолжается в деталях. То есть, почему он им подкидывал дальше серебро, которое они должны были обнаружить только дома, как на это все реагировал Яков. Кстати, отдельно могу сказать просто этот вопрос по визвоздухе, по поводу того, почему он волнуется Яков за Бениамина, а за остальных не волнуется. У Якова есть подозрение, что эти сыновья и вообще это его часть семьи, Рахель, это такие шлемазлы, такие неудачники, с которыми все время что-то плохое случается. Вот Йосеф пропал, а сейчас с Бениамином похожая история, и он тоже пропадет, с ним тоже будет плохо. Кого сейчас в результате Йосеф оставил у себя Шимону, Шимону, который был закоперщиком, который придумал всю эту историю с самого начала, продать Йосефа в рабство, который сказал, давайте вот его бросим в яму, потом давайте его продадим этим купцам и так далее. То есть для Йосефа это все, каждый получает ровно то, что он должен получить, не больше, но и не меньше. Отдельно интересно, что в одном месте Дониск Кабарбенель буквально вспоминает свою Испанию, в которой в это время, видимо, он еще живет или недавно жил, когда он говорит, почему они сидели три дня. Говорит, что это срок предварительного заключения, что три дня в Египте, как сейчас в Испании, пишет он, можно не предъявлять обвинений, а через три дня надо либо отпускать, либо предъявить обвинения. Поэтому три дня он их просто так держал. с этой точки зрения интересно сравнить Испанию 15 века и, например, Россию 21 века. Сейчас у нас, насколько я помню, три недели, 21 день без предъявления обвинений. Вот в Испании в 15 веке было три дня. Вот на этом стыке всего, что Дониск Кабарбенель знает о торговле, о политике, о психологии людей, о законах в своих странах и в человечестве. Вообще он строит весь этот свой комментарий. Мне кажется, что мы сегодня, погрузившись в эту его логику, должны признать, что это действительно глубоко логический с одной стороны, а с другой стороны очень простой подход, с очень простыми объяснениями, которые снимают те вопросы, которые не должны не возникнуть. И это еще один важный урок Абарбенеля, что вопросы, которые есть, вопросы, которые возникают, они должны возникнуть. То есть человек не должен проходить мимо этих вопросов. И тогда, более не менее, каждый ответ будет казаться более чем простым. Но мы признаемся, что когда мы читаем эту книгу, мы даже эти вопросы не задаем. Я думаю, что на следующей неделе мы продолжим обсуждение всей истории Йосефа и его братьев с точки зрения Дониска и Абарбенеля. На сегодняшний день все. Вопросов вы так и не прислали. Поэтому книгу мы сегодня не разыгрываем. Была замечательная сентенция Юрия Ваганова, одного из наших читателей в Ютьюбе, зрителей точнее, по поводу обсуждаемого на прошлой неделе нами с вами казуса между женой Патифара и Йосефа, что если бы Йосеф по-человечески объяснился с ней и сказал бы, да я бы, может, и не просил с тобой вступить в романтические отношения, но вот отец не велит, то вся история могла бы пойти иначе. Ну, я полагаю, что это могло только все испортить. Она его за это могла вполне и убить. Потому что мало того, что она отвергнута, так еще оказывается у нее какие-то видения отца мешают, значит, их счастливой жизни, их любви. То есть я не представляю себе, каким образом это могло изменить этот ход истории и чем это лучше, чем то, как поступил он просто в панике бежав от нее. Но это не вопрос, это была ваша сентенция, поэтому присылайте вопросы и будем делиться книгами. Большое всем спасибо, до следующей недели. Продолжение следует...